Двенадцать лет Длится эпопея со строительством дома жилищного кооператива Дуслык-Строй И вот похоже, что дело дошло до точки Недавно принятое решение суда об отказе в банкротстве застройщика Вынудило жителей пойти на крайнюю меру Вернее даже не жителей, а потенциальных жителей этого дома Членов кооператива Они объявили бессрочную голодовку Настроены очень решительно И вот мы сегодня хотим узнать суть событий И в чем же здесь дело ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Почему? Потому что как ведут себя правоохранители, то есть по реальным делам о мошенничестве, по четвертой части, это, ну, я вообще не понимаю, не возбуждают уголовные, точнее, возбуждают, но не расследуют. В суде уже есть решение судов о том, что незаконно прекращали эти дела, но это полный беспредел, то есть ни прокуратура, ни следственный комитет, я не говорю уже про МВД, вообще не хочу, я просто как бывший сотрудник ФСБ говорю об этом, я знаю, о чем я говорю, поэтому, в общем, это действительно уже крайние меры, люди вынуждены пойти, причем этих женщин я знаю, они действительно пойдут до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже там не определенные у круга лиц, там он даже не называется, DimaTorzok Дементик все время ходит на суды, допускается послушанием по непонятным для нас причинам. Мы уже десятками эти постановления отменяли в судебном порядке, но в настоящее время мы хотим, чтобы все-таки застройщик был привлечен к ответственности. Мы хотим, чтобы наши квартиры были достроены, либо выплачены компенсации, но во всяком случае восстановлены права обманутых дольщиков в силу того, что по закону, который сейчас, именно в рамках которого восстанавливаются права обманутых дольщиков, Процедуру это предусматривает банкротство застройщика. Федеральные деньги выделены для компенсационных выплат, либо для завершения строительства. Но почему-то региональная власть препятствует, почему-то заместитель министра по строительству и архитектуры, которому поручено введение решения этих вопросов восстановления права обманутых дольщиков, он постоянно лоббирует интересы нерадивого застройщика, пытается нам, скажем, навязать непонятных застройщиков со стороны. Мы все-таки настаиваем на участии Дом РФ. Я фамилию не хочу называть всего того, что этот человек может побежать в суд, как работают суды, мы уже знаем не понаслышке. Дементьев возглавляет фонд, так называемый РФ СРЦ «Луч». Этот фонд якобы благотворительный состоит из одного Дементьева и его дочери, которая сейчас носит фамилию Надышина, стала порядочной женщиной. В свое время, 12 лет тому назад, она носила фамилию Дементьева. У них там еще был их сподвижник, зам Дементьева Волков, юрист, зам, который как раз и решал юридические вопросы этого фонда. Больше в этом фонде никого нет. В настоящее время Волкова мы не видим. Дочь Дементьеву мы видели раз и два на судах, но активно участвует сам Дементьев, его адвокат Владких, который тоже постоянно участвует в судах, защищая Дементьева. Почему дом не строится? Дом не строится потому, что деньги наши сворованы и сворованы при прямом участии Дементьева. Это можно заключать даже из обычной логики. Дело в том, что в рамках договора трехстороннего Дементьев обязан был контролировать движение финансовых средств. Я думаю, что он их и контролировал, но движение этих средств было как раз не на строительство нашего дома, а, видимо, в какие-то иные карманы и на какие-то иные цели. Мы понимаем, что если охраннику получено охранять склад, и при этом этот склад обворовали, а он открывает дверь и помогает ворам, то, наверное, он является соучастником воровства. Но, проводя эту параллель, я с уверенностью могу сказать, что Дементьев, сообщник, и, собственно, не только сообщник, но, наверное, и организатор, и модератор этой всей схемы хищения наших средств. Почему не строят? Дом РФ деньги выделил, то есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, оно действующее, и местная власть, казалось бы, должна его выполнять, но там, видимо, как-то на эти деньги опять же идут расчеты. Тот заместитель министра по строительству архитектуры, которому поручено как раз реализовывать вот этот проект решения проблемы команды вдольщиков, он всячески лоббирует интересы Дементьева, навязывая нам, опять повторюсь, непонятных нам застройщиков, оттесняя Дом РФ, нас такая ситуация не устраивает. Мы хотим, чтобы именно Дом РФ участвовал. Те деньги, которые выделены на строительство нашего дома, имели целевое назначение, они были повторно расхищены. Из того, что мы сегодня увидели и услышали, становится понятно, что члены кооператива Дуслык-Строй окончательно уже разуверились в действиях властей. Последняя надежда на то, что фонд Дом РФ постарается помочь им построить дом, видимо, рассеялись, потому что отказ в банкротстве, по сути, отменяет возможность Дома РФ хоть что-то сделать для дольщиков. Я в очередной раз отмечаю совершенно фантастическое свойство господина Дементьева, этого предводителя Луча, который, собственно, и был зачинщиком строительства этого дома. Это свойство заключается в том, что он может найти опору и покровительство в любых сферах башкирских властей, при любом мэре, при любом президенте, главе республики и так далее. Но это не облегчает судьбы членов кооператива Дуслык-Строй. Судя по всему, они уже переходят к совершенно отчаянным, экстремальным мерам. Мы видели, какое большое было скопление здесь правоохранителей, тут и прокуратура, и ФСБ, и МВД разных мастей. В общем, все они немножко обеспокоены, но в большей степени они обеспокоены общественным порядком. А вот строительством дома, похоже, что никто из чиновников особенно-то и не обеспокоен. Субтитры создавал DimaTorzok